Ракетный комплекс «Пионер» — это машина, вот, лично для меня имеет большое значение. Дело в том, что когда-то давным-давно в лесах Беларуси мой отец служил именно на таком комплексе, в детстве всегда о нем рассказывал, это прям моя детская мечта была увидеть его вживую. К сожалению, в наше время увидеть этот комплекс вживую практически невозможно. Здесь, в главном музее Вооруженных сил России, есть один «Пионер». И по стране их практически не осталось. Все дело в том, что в середине 80-х годов мы с американцами заключили договор о ограничении ракетных вооружений, и все «Пионеры» пошли под слом. Часть «Пионеров» была уничтожена под наблюдением американцев путем пуска контролируемого, часть ракет была полностью уничтожена. Да, с одной стороны, жаль, что вот такая потрясающая технологичная машина была полностью уничтожена, потому что, ну, вы представьте себе, что за время того, когда «Пионер» стоял на вооружении, было произведено 200 пусков, и все они были удачные. То есть это, ну, своеобразный рекорд вот среди подобной техники. Такого больше не делал никто. То есть его такая великолепная техника была полностью уничтожена. С одной стороны, повторюсь, это, конечно, обидно, жалко, но с другой стороны, вот с точки зрения мира на планете, это была необходимая вещь, это было нужно сделать, и это было сделано. Да, и важно понимать, что это было сделано не в одностороннем порядке. Американцы со своей стороны также уничтожали пусковые установки и ракеты, а также под контролем советских специалистов. То есть это была такая параллельная история, и обе страны уничтожали запасы своих ядерных ракет. Ну, а сейчас история сделала еще один виток, и мы с вами знаем, что Соединенные Штаты Америки в одностороннем порядке вышли из договора по ограничению ракет малой и средней дальности, и что будет дальше, пока неизвестно. Субтитры сделал DimaTorzok